Здесь не совсем подходящий климат для пальм. По весне какие запахи, какие ароматы. Ой, питерцы! Люблю, обожаю! Люся, значит, будь морально готова, когда ты в Эрмитаж попадаешь, чтоб тебе башню не съесло окончательно. Привет, друзья! Я вас приветствую в городе Краснодаре. Мы сейчас в центре Краснодарского края, в центре Кубани. И сегодня, в этот прекрасный зимний день, мы с вами прогуляемся по парку, который называется Краснодар. И посмотрим также на стадион, который тоже называется Краснодар, где играет футбольный клуб, который тоже называется Краснодар. Краснодар. Ну что ж, мы начинаем нашу прогулку. Начинаем ее вот с такого места. Мы уже в парке. Мы уже в парке. И я начал отсюда, потому что это достаточно высокая точка. И здесь видно... вот, кстати, смотрите, здесь амфитеатр. Амфитеатр. Видимо, здесь... надеюсь, вам видно. Здесь находится амфитеатр. И здесь очевидно, я правда не знаю, но здесь проводятся какие-то мероприятия. Может быть, какие-то концерты, какие-то лекции. Вот такое вот классное пространство, мне кажется, для лекций. Вот там люди сидят и слушают человека, который находится в этой, ну, как бы чаше. Вот. Все зеленое, несмотря на то, что зима. Девушки фотографируются. Красота. Сначала я хочу вам показать этот парк с высоты. О, смотрите, какая классная сосна. Здесь много удивительных деревьев и кустарников. Вот, видите, вот это кусты. Или мы называем это еще кустарник. А вот это деревья. Вот деревьев и кустарников здесь очень-очень много разных красивых. И вообще... вообще здесь красиво. Вы сейчас это увидите. Правда, сейчас немножко ветрено. Очень много разной зелени. Видите, такие ступени. Вот так выглядит этот парк. Он не очень большой. Он не очень большой. Но здесь находится несколько разных объектов, которые можно посетить. Например, есть вот такая вот винтовая дорожка наверх. Вот туда. Видите? То есть люди могут гулять вот так вот по кругу. Причем те, кто идут наверх, не пересекаются с теми, кто спускается вниз. То есть там две дорожки. То есть ты можешь идти наверх по одной дорожке, а вниз по другой дорожке. Это очень интересно. Многие... этот парк... это вообще новый парк. Он появился в 2017 году. И многие говорят, что это... ну, если не лучший, то один из лучших парков в России. И я готов с этим согласиться. Это не такой парк, как, например, парки в Санкт-Петербурге, в Петергофе, где... где дворцы, старые царские дворцы, старые царские парки. Вот это все здесь. Парк абсолютно другого характера. Абсолютно другого характера. Это скорее такой современный парк. Я бы даже назвал его пространством. Таким парк слэш городское пространство. Потому что ты не просто здесь гуляешь и сидишь на скамейке. А здесь проводятся какие-то мероприятия. В общем, место... место интересное. Место очень интересное. И интересно, что оно было построено на деньги мецената. Сергей Галицкий... этот парк, кстати, также называется парк Галицкого. Так вот, Сергей Галицкий это владелец крупной... посмотрите, какое небо голубое. Ух, небо голубое. Это русская зима. Так вот, Сергей Галицкий это меценат, владелец крупной торговой сети. Сеть магазинов Магнит. Такая популярная в России сеть. И вот Галицкий это как бы глава или основатель этой сети. И он на свои деньги построил для Краснодара вот такой вот парк. Ну, давайте пройдем, наверное... А давайте посмотрим, что вот это за здание. Я здесь был один... один раз, по-моему, или два раза я здесь был? Ну, нет. Один раз, на самом деле, я здесь был. Это второй раз, когда я здесь. Сейчас зима. Поэтому, видите, деревья без листьев. Деревья без... без зеленых листьев. Я думаю, что здесь очень красиво весной. Когда все распускается. Когда огромное количество деревьев, которые здесь есть, начинают цвести. Это безумно красиво, я уверен. Так вот, Сергей Галицкий построил этот парк за свои деньги. Просто для Краснодара. И это очень круто. Википедия говорит, что стоимость этого парка примерно оценивается в 4 миллиарда рублей. 4 миллиарда рублей. Это примерно 60 миллионов долларов. Нормально, да? 60 лямов. Ну, в общем, да. И проектировала этот парк немецкая компания. И вот в этом весь парадокс России. Что наши... 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 наши политики постоянно говорят что-то там про вот тут, значит, Европа, Америка. Все хотят что-то на нас напасть. Все захватить. Это там... что... это плохие ребята. Да? Но жизнь показывает совершенно другое. Жизнь показывает то, что немецкие компании строят лучшие парки в России. И люди с удовольствием общаются с другими людьми из других стран, из любых. Неважно, это Африка, это Америка, Европа или Азия или вообще... Вчера я был на вечеринке в Краснодаре, где было много ребят из Африки. И они вместе тусили с ребятами из России. И было видно, как им интересно, как им круто друг с другом. Это классно! Поэтому это такой парадокс. Я бы даже сказал, что это лицемерие. Знаете, когда ты говоришь, что... что вот там... это нежелательная страна. Даже есть нежелательные организации. Да? Но, в общем, что это не очень хорошая страна. Что эта страна нам не друг. А по факту оказывается, что люди с этой... что бизнесмены торгуют друг с другом. Да? Занимаются бизнесом. Что люди ездят друг к другу в гости и так далее. И вот, блин, это так обидно. Ну ладно. Не хочу много говорить о политике. Потому что сегодня прекрасный солнечный день. О! Друзья! И мы сейчас... смотрите. Ну вот это стадион. Но туда мы близко не пойдем. Потому что, ну... Я не вижу смысла показывать стадион так близко. И скорее всего мы не пойдем туда. Вот там, видите, вот это вот... Человек идет по вот такой вот... по такому как забору высокому. Это смотровая площадка. Можно подняться туда и увидеть весь парк. Но на самом деле мы туда не пойдем. Мы пойдем смотреть объекты. Объекты, которые здесь есть. Наверное, мы не успеем посмотреть все. Но я думаю, что мы еще вернемся сюда летом или весной. Я обязательно покажу вам этот парк весной. Потому что, представляете, вот эти все деревья... Ну, эти не будут цвести. Но многие другие деревья будут цвести. Это прям очень красиво будет, я уверен. Еще я слышал, что этот парк нужно обязательно посетить вечером. Вечером. Его нужно смотреть и днем, но и вечером тоже. Потому что вечером здесь включаются огни. И все начинает светиться. Я думаю, что даже вот эти цветки лотоса... Что они тоже светятся ночью. Но я не уверен. А, ну да, наверное. Девушка, простите, вы не подскажете? А эти лотосы, они светятся вечером? Да? Да? Блин, классно. Да, значит, эти лотосы светятся вечером. Но вечером я здесь еще не был. Поэтому придется посетить... Посетить это место. Девушка ответила, подсветка. Подсветка это существительное. Это означает, что... Что объекты какие-то имеют лампы и что они светятся. Да? В парке есть подсветка. Означает, в парке есть свет. Но только свет может быть от солнца. А подсветка это искусственное освещение. Это вот эти все LED-лампы и так далее. Это все мы называем подсветкой. Вот. Мы подошли ближе к стадиону. И сейчас начнутся разные экзотические растения и некоторые объекты, которые я очень-очень-очень люблю. Я не помню, что вот это. Ааа. Да. Это я не помню, что за... Здесь фонтаны. Нет, не здесь, по-моему, фонтаны. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Здесь, здесь какие-то растения, но они сейчас закрыты. Да. Вот такие вот. Так как в Краснодаре зимой может быть снег, может быть холодно, то вы увидите, что многие теплолюбивые растения, как эти, закрыты чем-то. Сейчас я это покажу. На другом. На примере пальм. Кстати, вот что это за деревья такие? Что это за деревья? Вообще не понимаю. Друзья, если вы знаете, что это за деревья, может у вас в вашей стране такие деревья растут, можете написать. Будет интересно. Интересно. Так, у меня развязались шнурки. Мне нужно завязать мои шнурки. Так, у меня сегодня целый день развязываются шнурки, но я не могу их завязать одной рукой, поэтому я просто запихаю их в ботинок. Все. Проблема решена. Так, елка. Елка. Елка украшенная. Да, я представляю, что это все светится. Вот видите, здесь есть подсветка. Это вот новогодняя гирлянда. Шары какие-то. Елка украшена. Причем это настоящая елка. И это даже... это даже не елка. Это какое-то другое хвойное растение. Я не знаю, что это за растение, друзья. Так, да. То, что я хотел показать. Вот это пальмы. Здесь есть пальмы. И я слышал, я слышал от людей, которые проходили мимо, что вот эти пальмы, они вообще раньше были открытыми. И на лето их открывают. Но из-за того, что здесь достаточно холодно в Краснодаре зимой, здесь может быть минус пять, минус десять даже может быть. Даже может быть и минус двадцать. Но это уже... это уже такой зимогеддон для Краснодара. То эти пальмы, конечно, могут погибнуть. Поэтому их укрыли вот такими вот забавными колпаками. Да. Не знаю, как это еще назвать. Колпак. Да. Такой парник. Парник. Да. Вот. Поэтому это все пальмы. И вот здесь тоже пальмы. Ну, это классно. Можно посмотреть на пальмы. Пальмы растут в городе Сочи. Там они живут нормально. Но все-таки Краснодар, он находится севернее. И поэтому здесь не совсем подходящий климат для пальм. Так. Ну, нам нужно пройти туда. Я не хочу идти по газону. Поэтому мы пойдем вот там. И вот как раз, видите, я не хотел подходить к стадиону. Но мы подошли к стадиону. Поэтому можете посмотреть. Честно говоря, я не знаю. Я давно не слежу за футболом в России. Поэтому я не могу сказать, насколько Краснодар успешная команда. Ну, надеюсь, что успешная. Если у них есть такой крутой стадион. Еще и такой крутой парк. Они должны победить. Взять кубок там Европы или чего. В общем, да. Если у них есть такой парк. Этот парк, кстати, был номинирован на Euro Asian Park Awards. По-моему, так называлось. Назывался конкурс. И насколько я знаю, этот парк выиграл этот конкурс. То есть, это лучший парк Евразии 2019 года. Прикольно, да? Ну, я не знаю. Так, по крайней мере, было написано на сайте. Я не знаю, насколько это правда. Вот. Здесь куча всяких таких вот маленьких интересных классных мест. Просто куда приятно прийти, пройтись. Или просто посидеть, почитать книжку. Посмотрите. Какие-то опять странные растения. Я не понимаю, что вот это. Там какие-то ягоды красненькие. Видите? Здесь куча-куча-куча разных деревьев и растений. Я понятия не имею, что... как они называются и как они выглядят летом. Для меня это все загадка. И, кстати, конечно же, рядом с этим парком начали строиться высокие дома. Высокие дома. Ну, вообще мне нравится, как это выглядит. Вот, видите, те кирпичные дома. Мне кажется, довольно симпатично. Такой парк высокий и такие высотки. В целом это симпатично. Хотя, конечно, это дискуссионный вопрос. Вот эти маленькие зеленые домики, это... это не жилые дома. Это... не знаю что. Здесь находится забор. И эти дома стоят за забором. Наверное, это что-то... не знаю. В общем, это не для... это не место для посещения. Мы туда пройти не сможем. Ну вот, видите, все пальмы. Снова вот такие маленькие прикольные местечки, где можно посидеть. Так, и я опять... Эх, ладно, друзья. Никому не говорите, что Макс ходил по газону. Вообще, я не знаю. Может быть, здесь и можно ходить по газону. Вообще, в России обычно нельзя нигде ходить по газону. Я слышал, что во многих европейских странах можно ходить по газону. Это нормально. Люди лежат на газоне, на траве. В некоторых парках в России это тоже происходит. Ну, это тоже люди делают. Но я не уверен. Ой-ой-ой, здесь нет воды. Здесь же была вода. Да. Вот здесь лилась вода. Везде отсюда такой водопад был. И вся вода текла вниз. Но сейчас нет никакой вообще воды. Вечером придите. Тут такие подсветки. Вообще. Красиво. Валиновым, ярко-розовым цветом. Ага. Вот это вот всё, где вода, как будто она падает беленьким. Тут такая красота. Каждое дерево освещено по-своему. Ох. Это просто невероятно. Да, вам нравится? Да, вообще. Я просто в восторге. А вы из Краснодара сами? Да, да, да. Я здесь родилась, выросла. Но вот такого парка у нас, конечно, не было. Да. Ну вот это что-то грандиозное. А архитектура, да, именно вам нравится? Тут всё. Тут всё так продумано. Угу. Просто вы себе не представляете. Вот это вот всё на зиму. Летом это всё убирают. Угу. И тут по весне какие запахи, какие ароматы. Ой, я представляю. Каждое дерево – это что-то невероятное. Угу. Там вначале есть деревья, на которые можно просто сесть вот так на ствол. И посидеть, да. Потом есть, значит, вот такие как отсеки, плющом или чем-то завитые. Угу. Сидишь летом, вот такие скамьи. Хочешь лежи, хочешь сиди, хочешь вдвоём уединись. Всё это в тенёчке. Обалдеть. Там фонтаны. Это так замечательно. Там, значит, каскады, вот так вот лаванда. Там. Потом ещё что-то посажено. А-а-а. Там есть ещё и летний кинотеатр. Ну, в общем, этот такой простор за день не обойти. Угу. Обалдеть. Спасибо вам большое за такой рассказ. Спасибо огромное. Эмоционально. Да. Ну, это здорово. Классно, что вы так любите. Это очень здорово. Да, это очень здорово. Ну, плюс ещё тут же стадион этих. Молодая команда. Угу. Кубанская. Вот у них тут где-то помещение. А, вот это вот всё домики, это всё тренировочная тренировка, У них прям вот школа футбола. Ага. Вот. Тут персональными занимаются. У них есть свои тренировочные поля. Ага. Вот. То есть это всё ещё на территории вот этого парка. А я слышал, что это немцы, да, строили парк? Немецкая организация проектировала. Кто именно проектировал и кто участвовал непосредственно в строительстве, я не знаю. Но у нас все называют краснодарцы этот парк Галецкого. Галецкого, да. Потому что он... В общем, сеть вот этих магазинов, магнит. Угу. Это его... Он очень замечательный. Всё для... Вот именно для горожан. Угу. А вы сами откуда? Я из Петербурга. Ой, питерцы. Ну, люблю, обожаю. Мы ездили. Значит, это было 1996 год. Угу. Я, когда побывала в Питере, мы были там две недели. Мне месяц по ночам снился Питер. Я гуляла по этому городу. Я по ботаническому саду гуляла, по Эрмитажу. Но когда я жена, меня сразу предупредили. Сотрудник, он художник по образованию. Он говорит, Люся, значит, будь морально готова, когда ты в Эрмитаж попадаешь, чтоб тебе башню не съесло окончательно. Потому что это просто что-то гранитузное, шедевральное. Вот. И будь морально к этому готова. Дозировано туда ходить. Да. Дозировано. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Потому что вот это вот все наваливается так, что потом можно и поехать раз сутком. И за все это время мы были в июле месяце. За все это время был один единственный дождь. Ой, как вам повезло. В тот день, когда мы уезжали. Да. Нам просто не сказано повезло. Да. Она говорит, слушайте, но у нас дожди это нечто. И в тот день, когда мы приехали, было еще тепло. А потом с Финского залива подул ветер. И нам сразу теплые одежды дали. У меня целый месяц потом Питер снился. У нас столько фотографий. Москва, конечно, столица все. Но Питер это не. Это просто... Ну и одно то, что там Сари жили. О чем можно говорить. Там по городу идешь. Аааа. Вот так вот. Смотри, какая архитектура. А здесь? А там? А какие... А мосты? Ой. Ну все. Вот просто все вызывает полный восторг. Вы там живете? Вы как-то к этому повезете? Конечно. Конечно. Мы сюда приезжаем. Ваа, солнце! Да. У нас солнце. А у вас архитектура. И вот эта вот красота. Вот приобщиться к этому Вермитаж в один зал, в другой. Ну это что-то. Это что-то. Так что я просто обожаю ваш Питер. Я очень рада, что вы в этом во всем живете. Спасибо вам большое. Наш Краснодар, конечно, не сравнить, как Есенин сказал, собачки на столице. Это Маяковский. Маяковский музей, да. Собачки на столице. Так она и есть. А что он имел в виду этой фразой? Ну то, что вот это сейчас, это же уже не, ну Краснодар новый. А если вы в центральную часть города придете. Я там был. Там же дома. Вот. 1900 какого-то года постройки. Ага. Вот. Вот это вот главная центральная улица Красная. Там еще кто побогаче был там стоили. А вот два квартала сюда, два квартала сюда. Это что, что после войны уже заселялось. Там и саманные дома, и кирпичные, кто во что гораст. Понимаете? И поэтому и все оно вот так вот натыкано, конечно, неприглядно. Вот и в Ростове тоже есть улица главная, садовая. А по бокам приблизительно такое. У нас же в Краснодаре вот это вот все когда-то. Здесь были сады, здесь плодородные земли. Здесь совхозы. Выращивали вот это вот все. Дома, да? Вы видели, какие у нас дороги, да? Да. Вот. Это две машины не разъедутся. А еще и дома строят так, с учетом того, что они никогда там не разъедутся, они станут в руки и будут стоять вечно. Вот. Вот это вот все понастроили, без учета того, что надо расширить дороги и все остальное. И опять же вот это все построили. Там, я не знаю, есть детский садик или нет, поликлиника и школа. Обычно нет. Этого пока нет. Это наша администрация. Ну это да, но на самом деле у нас в Питере на окраине все то же самое. Вот такими же кварталы вот такие вырастают. Школ мало, но есть, но мало. И, ну, отличается немногим на самом деле, да. Вот такая вот, вот эти небоскребы вырастают. Многие спрашивают, почему Россия такая огромная страна, а вы вверх строите, как в Гонконге. Да, да, да. Я думаю, что, как говорил Горбачев, мышление у наших руководителей. Что у вас, что там мышление, видимо, одинаковое. Да, наверное. И откуда из одного места все. Да, да, да. Они, наверное, как вот и произошли от советской власти, так немножко в ней и остались. Но, по крайней мере, наш губернатор производит такое впечатление, которое теперешнее. Когда уже ах, а потом после драки кулаками мах. Да, что делать. Что ж такое, что ж мы вот это понастроили. Да. Вот так, логичный вопрос. А где вы были, где ваши помощники, которые вели контроль и прочее? Да. Где вы раньше были? Да. Где ж ты раньше был мой единственный. Ну, да. Ну, мы не будем о грустном. Да. Я очень рада, что вам нравится вот это вот место. Спасибо вам большое. Конечно, нравится. Обязательно сейчас вот тут. Да. Насколько вы приехали? Да я сейчас уже назад, я в Новороссийске живу. Ага. Вот. Поэтому сюда периодически езжу смотреть. Вот сейчас в парк приехал, а в следующий раз еще приеду что-то посмотреть. Да. Ну, вот имейте в виду, что он туда застраивается. Так что очень здорово. Я согласен. Приятных вам впечатлений. Вам тоже. Спасибо. Потому что Новороссийский, я тоже люблю город. У меня папа там родился, но там вот этот ветер, он конечно изходит. Вот. Что летом, что зимой особенно. Да. И все вот эта суета портовая. Да. А так. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего вам тоже доброго. Фух. Да. Вот такой вот диалог, информация. Это... Да. Очень интересно. Вот здесь, кстати, была вода. Я не понимаю, почему ее сейчас нет, но вот здесь все была вода. Видимо, температура может опускаться до нуля в ближайшие дни. Поэтому эти все... всю водичку эту отключили. Вот. Очевидно, здесь вот эти отверстия сделаны, чтобы вода туда уходила, чтобы вода утекала. Вот. Жаль, конечно, что здесь нету... что здесь нету сейчас воды. Конечно, с водой тут все выглядит по-другому. Но, тем не менее... Так. Тем не менее, я все равно уверен, что сюда нужно будет прийти еще не один раз. И прийти вечером, и прийти весной. Потому что я уверен, что этот парк прекрасен в разные... в разные периоды. Да, приятно было поговорить с Людмилой. Очень много интересного она рассказала. Что я не знал. Я надеюсь, что вам тоже удалось понять многое из того, что она говорила. В общем, вот такие вот... такие вот люди-краснодарцы, коренные краснодарцы. Очень приятные, очень интеллигентные, как бы сказала моя мама. Ну и это слово я тоже люблю. Интеллигентный человек. То есть образованный, культурный, вежливый, в какой-то степени интеллектуальный. Вот это все интеллигентный означает. Так. Вот. А здесь есть вода. Сейчас пойдем смотреть на воду. Я помню, что Юлю здесь очень впечатлило. Юля это моя девушка, если что. Уже невеста. Я помню, что ее впечатлили вот эти магнолии, деревья, которые стоят прямо здесь в металле. Вот это все металлические ступени. И сочетание естественных деревьев и металла. Ну, это как-то необычно. И тоже вот здесь везде подсветка. Подсветка. Вот. Поэтому да, дерево и металл это классно. А вот рыбки. Плавают всякие рыбки. И куча следов от монет. Видимо, здесь кидают монеты часто. Ну что, рыбка, ты ведешь сюда? Рыбка? Нет, рыбка знает, что у меня нет еды. Ну что ж, сейчас дойдем до еще одного места. Макс, Макс, Макс. Опять ты ходишь по газонам. Что ж ты за человек? Ну, друзья, я прошу прощения, не повторяйте. Не делайте, как делаю я. Но я очень хочу показать вам еще один или два объекта. Но не хочу, чтобы это видео вышло чересчур долгим. Поэтому... Вот она снова подсветка. Походу, это лексика... Это главное... главное слово в этом видео. Подсветка. Главная лексическая находка для вас. Если вы не знали такого слова, то вот. Вот, смотрите. Снова дерево под куполом. Ух ты! Прикольно! Тоже какое-то неизвестное дерево под куполом. Абсолютно непонятное. И вот вечно зеленые кусты опять. Вечно зеленые кусты. У меня вообще в этом парке... Вообще здесь, в Краснодарском крае, у меня постоянно... У меня постоянно случаются флешбеки такие в Китай. Потому что, ну... Когда я жил в Ухане, там было огромное количество тоже вечно зеленых растений. Очень похожих. И были, ну скажем, похожие места на этот парк. Такие современные классные места. Поэтому я помню, что... Ну, в общем, очень много похожего я вижу в природе. Даже немножко в архитектуре в некоторых местах. А вот то, про что говорила Людмила. Женщину, которую я встретил. Видите, вот здесь все еще застраивается. То есть, строится. Застраивается означает, какой-то кусок земли будет полностью застроен. То есть, там будет что-то построено. Поэтому мы можем сказать, что вот еще, не знаю, там 20 гектар земли будет застроено. Вот, смотрите, здесь тоже как классно. Такие вроде бы простые вещи. Сочетание таких деревянных скамеек, где можно посидеть и полежать. И деревьев. Но это все смотрится очень просто. Но в то же время очень функционально. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Так, ну, пожалуй, мы пройдем еще вот там. И, в принципе, пойдем на выход. Потому что я думаю, что это достаточно на сегодня. У нас вышла неплохая прогулка. И отличный, приятный разговор с Людмилой. Вот, посмотрите. Красиво деревья. Зеленая трава. Вот эти деревья, наверное, будут цвести. Не знаю. Я опять не уверен. Не могу точно сказать. Да, здесь сейчас достаточно мало людей. Но я уверен, что весной в сезон здесь толпы. Толпы ходят. Толпы. Огромные толпы. Даже можно сказать орды людей. Ну, это классно. Вот так, друзья. На этом я буду с вами прощаться. Напишите, что вы думаете о парке Краснодар. Что вам понравилось. Что вам не понравилось. Я обязательно прочитаю. Мне очень интересно. Конечно, постарайтесь написать на русском. Но если вы хотите написать на английском, то you're always welcome. Если вы хотите написать по-китайски, то тоже можете написать. Мне будет интересно. Ну и до встречи. До встречи в следующем видео, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok